Субтитры делал DimaTorzok Достаточно значительная часть людей была, поэтому есть фундамент некоторый, на который мы можем сегодня играться. Сегодня будет достаточно сложный доклад с точки зрения некоторых нюансов. Нюансы вынесены, даже названия, собственно говоря. Хотя, когда я придумал, как будет называться доклад, я на самом деле взял англоязычное название доклада, добавил туда все хайповые слова, которые я нашел, и перевел ровно одно слово. Для. То есть хор перевел слово для. Я думаю, боже, как бы придет ли кто-нибудь на такой доклад? Которые люди, которым отдельно хочется, чтобы узнать про окинсорс, кому-то про машинное обучение, может быть у кого-то есть на каком-нибудь банковском проекте Ignite, что я буду с ними со всеми делать. Долго я думал, что с ними со всеми делать, ну то есть с вами. И, собственно, рассказывать буду просто про свою жизнь, про то, что я делал, про то, что я наделал в окинсорсе, поэтому слайд достаточно технический, код будет достаточно такой серьезной глубины, но я постараюсь рассказать вам это так, чтобы не было каких-то таких страшных барьеров, и, возможно, буду рассказать еще какие-то байки, походу. Если я, как обычно, не влезу в текущее время, то байки я буду рассказывать где-то потом в кулуарах, он будет интересным, пойдемте закладывать пообщаемся. Так, для тех, с кем я еще не знаком, кто, так сказать, первый раз посетил мероприятие, я зовут Алексей Зиновьев, я работаю, тут у меня фоточка и куча контактов, по которым можно мне половить, почта, на которой можно мне написать, твиттеры, шмиттеры и прочие такие штуковины, типа телеграм, которые меня тоже стараются, которые меня неактивно пользовались. И сегодня у меня в конце, я засяду в телеграм, java.jvm.lets, который последний, буду ходить по докладам, написать всякие злобные отзывы на других докладчиков, чтобы все думали, что я лучший докладчик, потому что они в таком... Ладно, я не буду слишком долго останавливаться, только хотел только сказать, что как-то так сложилось, что где-то полтора года назад я устремился в open source, до этого я, видимо, накапывал какой-то первозначальный капитал, у меня было совершенно не до того, и open source меня совершенно не интересовался. А так как я уже достаточно давно работал, ну, сравнительно давно работал java.jvm.data-трейнером, и в какой-то период люди стали попить ко мне говорить, Алексей, ну, как бы, со здорово, ты нас тренируешь, а что ты пишешь сам? И мне надоело отвечать на вопрос, что я пишу сам, хотя я пишу сам очень много кода, для пресейлов, для прототипов и так далее, я подумал, надо действительно писать что-то самому, причем что-то такое на стыке тех знаний, которыми я обладаю, и то, чем мне не жалко заниматься в свободное рабочее время, наговорочки. И, соответственно, то, ради чего я могу, по крайней мере, пойти к жене и сказать, слушай, ну вот два часика я там посижу, что-то подделаю, ты не против, можно я там не пойду выносить мусор или что-то в таком духе? Попробовал сделать туда несколько пол-реквестов, даже, по-моему, я в прошлом году кому-то об этом рассказывал, но столкнулся, например, с тем, что очень долго происходит ревью, пол-реквесты в итоге не принимают, ну, в общем, очень много мутных историй, к тому же там тысяча участников в комьюнити, и скажем так, и у них все равно не находится время реквестить новичков, ну и там очередь из двух тысяч пол-реквестов, какая вероятность, что наберутся до тебя. Контрибьютировал что-то в маленькие проекты, достаточно замерзшие, где, знаете, три контрибьютора проект переводят в такую апачевскую нишу под названием такой Дэдбул, где уже там год никто не контрибьютировал, там некому проверять твои пол-реквесты, другая какая-то крайность. И в какой-то момент нашел комьюнити, собственно, послушал про него на каких-то докладах, там где-то на Джокере, на Джипойте, пришел к какой-то задачке, узнал, что есть такая вот дула и начал активно копать в эту сторону. Собственно, этот дула оказался апачевной. На тот момент в нем было что-то, порядка тысяча звезд на GitHub, и, конечно, если бы это был JavaScript-фреймворк, было понятно, что это тухлый JavaScript-фреймворк. Но для Java-решения, которое, по сути, является там очень сложной, вымученной базой данных, тысяча звезд по очень серьезным. То есть тысяча звезд, скорее всего, от реальных пользователей, которые все это запускают, скачивают, ну и так далее. И, соответственно, я долго думал, как начать проделать интрибьютики. И тут оказалось, какое статья, например, на Хабре, где люди рассказывают, что они поверх вот этого сложного решения, про которое я еще скажу несколько слов, написали линейную алгебру. Как-то мы с ними списались, нашел в контакты, зашел на тюблист и видел, что у них, в принципе, непаханное поле работы, там буквально несколько человек именно делают некоторые моды машинного обучения, и я увидел, что они идут по некоторым граблям. В принципе, ребятам из них было очевидно, что они, скажем так, делают некоторые вещи несколько научных. Может быть, там не хватало каких-то email-экспертов и так далее. Ну, я немножко эту тему исследовал. Мне показалось, что у них есть что сказать, у них есть что написать. Ну, а плюс Самернет был написан на джаве. Я до этого пытался полуреквестить, что что-то написано на скайпе, не являюсь там 100% скала-девелопером. Мне было, ну, как бы так сложно. Поэтому я искал вот такой джав-проект. Нашел. Там было много-много тасек, но именно в email-модуле были достаточно крупные таски, чтобы ты ее прямо сделал, у тебя есть ощущение, что ты что-то серьезное добавил. Плюс для того, чтобы имплементировать какую-то таску, надо было найти какую-то статью, написанную каким-то ученым. Математическое образование помогло мне прочесть и понять, что вообще в статье это написано. Ну и, собственно, попытаться это все на джаве заимплементить. В целом про Ignite, про платформу, которую я нашел. На базе есть еще коммерческое решение, но я совершенно вам про него не буду рассказывать, я про него ничего не знаю. Я буду рассказывать про консорс решение. Для тех, кто... Вот, я сейчас спрошу, наверное, потому что, чтобы понять ситуацию. Есть ли кто-то, кто хотя бы слышал, что такое Apache Ignite? Есть ли такие люди? Очень мало людей, поэтому я расскажу. Во-первых, ну, это некое решение сразу говорю из джава мира, хотя вы, конечно, можете быть, там, тут-найчиком, пичпичником и так далее. Я сейчас расскажу, почему это тоже прикольно. Это решение, написанное на джаве. То есть, какие-то знания а-ля запустить джаве в приложениях, конечно, нужно уметь, чтобы с ним работать. Изначально его сделали, чтобы имплементировать одну из успехов джавы, как я понимаю, достаточно давно, уже много лет, кэш-кэш. Конечно, многие люди, когда вот решение используют какой-нибудь, там, кластерный кэш и как бы радуются. Это была вот такая попытка дать джавовский ответ, как я понимаю, достаточно популярным решением типа Эдиса, типа Монкэш и так далее. Ну, это в самом начале истории. Эта вещь поддерживала операции а-ля Путкет, ну и, собственно, ничего, это был классный распределенный кэш и все. Некоторые компании внутри себя использовали это в качестве, пусть не основного бэкэнда, но в качестве кэша, который целиком лежит в памяти. Нормально работает, корректно, ничего не теряет. И постепенно эта вещь начала простать плюшками. Мне очень сложно назвать, чем сейчас является Apache Knight, потому что там есть очень много всего. По сути, это данные, которые лежат некоторым образом в памяти, целиком в памяти, в какой-то классный. Из интересных моментов, если у кого-то сейчас есть Сбербанк онлайн, ну вдруг, то я не исключаю, что часть ваших данных, я не исключаю, почти уверен, что часть ваших данных, в том числе транзакционных, процессится сейчас Apache Knight, где-то в недрах Сбербанка. То есть вот один из примеров, до чего это дошло. Начиналось все с какого-то кэша, соответственно, как только более крупные заказчики начали это все себе ставить, оттуда потекли какие-то дополнительные пожелания, давайте мы поверх вашего кэша накрутим SQL, давайте поддержим какие-нибудь интересные виды сканирования, вторичный индекс, и так пошло-поехало. И, в общем, поверх, в общем-то, распределенного Java кэша наверделись только всего, что страшно сказать. Сейчас, по большому счету, я лично смотрю на Ignite как на базу данных в памяти, полноценную базу данных в памяти, которая работает с соответствующей скоростью, у которой есть там блокировки, сейчас появляются в ревизе 2.7 полноценные транзакции, ну и так далее. Но люди, которые, например, начинали проекты несколько лет назад, уже такие, я им рассказываю, смотрите, что появилось, такие, да, этого же ничего не было, как такое может быть, мы наглебались, писали сами SQL сверху. Ну, собственно, время идет, их в open-source проект, он проходит стадию развития, в него приходят какие-то ревизы со своими амбициями, появились люди с амбициями реализовать машинное обучение, появились люди с амбициями реализовать какие-нибудь интересные транзакции, и они, собственно, появляются с течением времени. Также там поддерживается много-много разных плюшек интеграции, особенно мне нравятся интеграции со всякими стриминговыми тулами, я буду по большей части рассказывать про интересный релиз, для тех, кто не пользуется Ignite, он ни о чем не говорит, но, грубо говоря, если вы зайдете на сайт Ignite, попытаетесь что-то скачать, там будет версия, некая версия 2.6. Версия 2.7, вот уже месяц тюнется, в ней последние критические баги справляются, ну, как я вижу на деблисте, там, какие-то маленькие-маленькие вещи, потому что народ уже тестирует, вот, как бы, выложенный в релизную ветку при релиз, и находят какие-то мелкие баги, то есть все это происходит, и я надеялся, что сегодня, я вам уже смогу сказать, что идите качайте релиз 2.7, но, думаю, он отложится еще на пару недель, и за найденных мелких каких-то недочетов. Это, кстати, здорово, потому что недочеты находят не после того, как релиз выкатили, а до того, как релиз выкатили. Это достаточно интересная история, потому что есть, опять же, кому этим пользоваться, есть кому тестировать. Новые фичи, которые появились в последнее время, ну, собственно, на них тоже можно обратить внимание, даже если вас не интересует машинное обучение, я слежу за тем, что происходит и в других компонентах, хотя сам в них не комичу ничего, я, собственно, приложил свое усилие к другой части, там, собственно, есть SQL. SQL вполне себе соответствует последним удобным, интересным стандартам SQL ADAN 2003. Это в бете выпускаются осидные транзакции, MBCC, для тех, кто любит MBCC, это не то MBCC, не то MBCC, которое MBCC, а MBCC. Для тех, кто не знает, что это такое, ну, могу как расстроиться. Также идет поддержка некоторых Java стандартов, это все пришло из мира Java, и, конечно, для Java-иста бальзам на душу, когда некое непонятное решение, которое надо развертывать в облаке, оно как-то нормально интегрируется с его Spring-приложением. Но для тех, кого, собственно, на Java не интересует, есть приятные новости. У Ignite'а уже были тонкие клиенты для .NET и C++, у его коры точно, то есть вот весь этот крутой распределенный кэш и так далее. Возможно, там даже какие-то компоненты отдельные тоже написаны на C++, я так далеко не лез, хотя мне казалось, что все на Java. И выходят тонкие клиенты для PHP, Python и Node.js. То есть, в принципе, вы можете написать backend-приложение на Node.js и подключить, использовать Ignite в качестве In-memory Database. Причем это In-memory достаточно легко раскатывается, то есть в коде, например, можно в коде поднять, можно, понятно, ручками, а поднять одну ноту и доходит до смешного. Эта вещь, я имею в виду, Ignite, так интересно настраивается, что стоит тебе поднять какую-нибудь одну, если не доебог в сети. Ну, у тебя стоят дефолтные настройки, и в сети кто-то поднял ноту с дефолтными настройками, и они тут же начинают снюхиваться и пытаться организоваться в кластер. Если бы мы сейчас все открыли наутбуки, скачали бы Ignite, и каждый бы запустил по одной ноте, они бы все снюхались в огромный кластер. Это достаточно забавная история. А кто-нибудь там из вас, не знаю, пошел в какой-нибудь блокчейн, вверх, это все вычислят, и наманил бы чего-нибудь на чужих цепушках. Ну, в общем, это один из таких crazy кейсов, которые можно делать. Но, опять же, я своей целью не ставлю вам сейчас прохронтировать Ignite. Это достаточно большая история. Я сам лично, там, порядка 30 или 40 модулей, я сам пробовал, наверное, 4 из них. Это, естественно, Кара, это SQL, это машинное обучение, и различные стилинговые тулы, про которые тоже хочется отдельно сказать. Также поддерживает интеграцию ZooKipper. ZooKipper — это тоже наше все в плане распределенных систем, обслуживание конфигурации и так далее. То есть тут все тоже достаточно хорошо. По поводу интеграции. Из интересного, что появилось недавно, то есть если кто-то есть в зале Spark'а в Волге, или, по крайней мере, те, кто занимается его изучением, тот же сам Ignite с самого начала рассматривался как бэквенд для Spark'ы. Первая из идей была в том, что у Spark'а есть некоторые примитивы, типа RDD или DataFrame, они иногда не влазят в память, иногда не совсем эффективно вычисляются. Была идея в том, что давайте напишем свою поверхность Ignite RDD конструкцию или DataFrame и предоставим его пользователю Spark'е в качестве некоторой программы. Конечно, опытные пользователи Spark'а скажут, что Spark ведь тоже в памяти. Здесь можно достаточно спорить, особенно с точки зрения, когда Spark потребляет что-то из источника данных, например, из HDFS. На Ignite была написана в свое время файловая система в памяти, то есть как HDFS, только в памяти целиком, и GFS. Сейчас она уже достаточно является зрелой, и достаточно большой период у людей ее использования, есть, понятно, свои плюсы, свои минусы, когда ты все файлы держишь в памяти, но у файлов достаточно строгие гарантии. То есть в целом это выглядит как файловая система, которая работает очень быстро, и при этом лежит сразу на нескольких машинах. Из интересного появилась буквально и появится после выкатки эта интеграция с последними примитивами Spark'а, DataFrame'ы. И плюс человек, который это все разрабатывает, Николай Ижиков, он, по-моему, в Сбертехе работает. То есть комьюнити очень большой, то есть очень разные люди, вы знаете, говорят какие-то вещи. Вот им в Сбертехе нужна была интеграция. Человек где-то там скрытно что-то попилил. Я, кстати, лежу в течение года тоже за его коммит, мне очень интересно. Собственно, он пошел через open source линию, он вкладывает его в open source и забирает себе обратно для использования, например, на своих проектах. Так многие вещи в open source работают. То есть это намного быстрее, когда ты сам являешься одним из контрибьюторов, не ждать обновлений, которые тебе придут через несколько месяцев, а пойти самому и сделать, если тебе есть соответствующее время и ресурсы, и, собственно, получить их готовые к сборке, тестированные другими пользователями и так далее. А, собственно, он продумал вообще какую-то интересную идею. Он предлагает подменить Spark-сессию некой Ignite-сессией, которая содержит еще определенные метаданные о данных, которые хранятся в Spark, и позволяет еще эффективнее делать некоторые подвыборки. То есть он еще пытается надоптимизировать что-то над Spark. В принципе, пенч-маркет, который он предоставил, достаточно интересный и можно вполне себе доверять. В целом это также может выглядеть интеграция так. То есть у вас есть некоторая Spark-сессия, некоторые Spark-воркеры, которые работают, тем не менее, поверх Ignite-вского класса. То есть бывает интеграция и такой. Интеграция может быть и наоборот. То есть можно их поменять местами и наоборот читать откуда-то из Spark, из Hive и так далее. И дальше уже процессы отводной кластеры. В этом плане Ignite мне нравится тем, что с того, что люди им пользуются, они очень быстро допиливают различные интеграции со своими тулами. Нужна была интеграция с Flink, пожалуйста. Интеграция с Kafka, пожалуйста. То есть они появляются достаточно быстро, и нет такого, что ты заходишь и не понимаешь, как, что, откуда перелить. Ну, в конце концов, те или простые коннекции по GDBC, они там есть достаточно давно. А также есть из интересного, это вот действительно интеграция с различными стриминговыми тулами. Это достаточно удобно. Все-таки стриминговые тулы по большей части не являются собой хранилища. Хотя сейчас в ту же Kafka активно пихают то, что ей изначально не свойственно, и пытаются из нее сделать базу данных. Но в архитектуре своей она и не является, хоть и есть возможность некоторого стриминга SQE. Я глубоко тоже эту тему ковырял. В принципе, сами архитекторы Kafka тоже соглашаются с тем, что это все-таки не должно стать базой данных. Но какой-то интерфейс для этого предоставят. И поддержка вот даже такой вот вещи, как достаточно старинная традиционная очередь под названием GMS, ну и в том числе более современные стриминговые решения. Можно Ignite опять же использовать в качестве некоторого накопителя памяти, то есть это достаточно быстрый будет накопитель. Опять же он будет распределен. Вместо того, чтобы сбрасывать все на диск в той же персистирующей кавке, которая там в свои месседжи где-то на диске складывает. Даже если у вас SSD, все равно вы получите некоторый выигрыш, если перейдете выше в память непосредственно. А кавка уже занимается своим недолгосрочным хранением месседжек непосредственно. Ну в целом, некоторые топологии, некоторые просто простые архитектурки выглядят следующим образом, как я уже говорил. Какие-то, например, приложения подгаживают месседжами в кавку. Ну если вы в кавке, например, сразу на месте не обрабатываете их, подключается какой-нибудь флинг, чтобы выполнять расширенные проверенные операции, ну сейчас уже можно делать какие-то операции прямо в кавке. А дальше это, например, уже отработанное, в некотором виде кладется непосредственно в игнах. Но опять же, если привести пример из какой-то реальной жизни, из всех архитектурных это происходит, предположим, приложения записывают различные ваши логи поведения, ну в тех же банковских системах. Чтобы они вам доступны были достаточно быстро уже в ваших личных кабинетах, надо все эти вещи обработать, выстроить в определенные и распределенные очереди, а после этого провести над ними какие-то агрегирующие операции, и потом это где-то персистировать. Вот и гнать тоже для этой цели вполне себе подходит. Сразу напрямую к приложению писать в и гнать тоже можно, но знаете, у разработчиков архитектура так исторически часто складывается, что им хочется попробовать все, а заказчик или работодатель часто оплачивает этот банкет. Именно поэтому мы можем увидеть подобные заплаты. Также из совершенно другого типа использования в и гнатье есть, к примеру, вариант использования его как их 2 кэша в хайбернете. То есть это достаточно ранняя разработка, мне она просто очень тоже нравится, я ее отдельно пробовал. То есть для тех, кто любит заниматься кешированием всяких сущностей в ОРМ, вот это достаточно тоже интересная вещь, можно только ради этого и гнать попробовать. Это я немножечко такую минуту рекламы про и гнать, чтобы не было такой недоговоренности, а что это вообще такое и по-первых, чего я собирался написать какие-то отдельные мейл-гонки. Теперь про игры непосредственно. Есть достаточно большое количество фреймворков машинного обучения. Вот даже здесь на картинке представлены некоторые из Java мира, из мира распределенных подчислений, например, Mahal, Spark, H2O. А есть достаточно популярная вещь под названием TensorFlow. TensorFlow является достаточно зрелым проектом, там 100 тысяч звезд на GitHub, мировое комьюнити, вещь была зарелизена гуглом. И из интересного комьюнити тоже достаточно хорошее. То есть недавно один из контрибьюторов HTML модуля, законтрибьютиров, я чуть позже расскажу, очень интересный полуреквест непосредственно с TensorFlow. Я тоже поглядываю, подтягиваю современные стандарты C++, для того, чтобы тоже что-нибудь в TensorFlow по контрибьюти. Там просто порой не продохнуть, то есть появляется только тики, то уже 20 человек тут же прилагают на него полуреквест, даже не осами его на себя. Также является действительно популярной библиотекой Scikit-learn. Если вы пишете на питоне и занимаетесь машинным обучением, вы 100% использовали Scikit-learn, так или иначе для себя. Даже некоторые не питонисты используют Scikit-learn именно в качестве трубы для машинного обучения, для работы с различными алгоритмами, в связи с теми или иными библиотеками. Если вы занимаетесь построением уже современных архитектур нейросетей, влево, в нижнем углу вы видите аббревиатуры, логотипы. Delfoge – это backend для нейросетей, написанное на Java. Это Keras, это PyTorch. И Keras сейчас становится постепенно составной частью TensorFlow. То есть архитект TensorFlow, он очень сложный. Там все реализовано через дифференциальные уравнения и различного рода многомерные массивы и матрицы, и прилагается пользователю, который не всегда обладает должными знаниями в алгебре и математике, из этих примитивов что-то конструировать. Keras – это, собственно, более ремковесная API, которая позволяет быстро-быстро нанкировать нейросети, которые потом трансформируются уже в низкоуровневые примитивы, в нежелищую архитектуру. Одна проблема. Если у вас данные лежат где-нибудь в Spark, в Ignite и вообще в продукт-кластере, не очень хочется брать эти данные, нарезать какими-то кусочками, передавать дата-сайдистам совершенно другую систему. То есть это серьезная проблема. И зачастую, когда, например, у людей уже есть Ignite в продакшене, они вынуждены заниматься каким-то ручным сэмплированием, написанием какого-то собственного препроцессинга. То есть вначале были реальные кейсы. Я даже слушал этот доклад 2016 года, где люди сами, поверх Ignite, ну, пытались сделать, например, пластеризацию. Им нужна была только пластеризация, вот они ее делали руками, они почему-то там не попытались запушить, и набили тоже достаточно большое количество шишек на этом всем, не будучи именно какими-то глубокими MAT-экспертами, а просто Java-разработчиками. И, соответственно, даже там они сделали некоторые вещи неэффективно, перенеся данные все равно в какие-то отдельные свои не очень оптимальные примитивы. И в целом в итоге плюнули на все это дело, начали переливать данные в Spark, чтобы пользоваться комминсом, соответственно, из Spark-овской MeloLibre. Мне это все не очень нравилось, вот, я подумал, ну, как же так, можно же делать намного проще. Ну, казалось, у коммиттеров мысли сходятся, и, собственно, я обнаружил в тот момент, очень интересный для себя момент, тех ребят, которые уже ML-модно делали, вы хотели бета-версию. В тот момент в бета-версии не было вот этого всего, то есть, конечно, хотелось бы иметь сразу Scikitler распределенный, с кучей алгоритмов, а на тот момент там была распределенная алгебра, собственно, там был комминс, линейная регрессия, да и все, то есть два алгоритма и распределенная алгебра. Вот в этом прекрасном, почти выраженном поле можно было, засучив рукава, приступать к работе. В первую очередь была выкинута распределенная алгебра, именно потому, что во многом она была взята с Махаута, который благополучно загнулся несколько лет назад, просто чтобы перетащить какое-то наследие, какие-то наработки сюда. Проблема была в чем? Дело в том, что распределенная алгебра, типа распределенная матрица, распределенный вектор. Идея сама по себе хорошая, но когда ты начинаешь какой-нибудь конкретный алгоритм запускать, работает это достаточно плохо. Если взять все множество алгоритмов, которые планировалось реализовать, стало ясно, что эти общего виду структуры неэффективны. Что надо реализовывать что-то типа RDD, который есть в парке распределенных коллекций, где для каждого алгоритма будет свое представление данных памяти. Олигейная регрессия, оно одно. Классеризация, оно другое. И желательно не заставлять разработчик описать самому эти представления, а сразу подготавливать со стороны именно контрибьюторов некоторые оптимальные с точки зрения структуры, которыми люди будут пользоваться. Тем не менее, в качестве ориентира долгосрочного, он еще от них не достигнут и не будет достигнут, наверное, в ближайший год, была выбрана именно библиотека Сайки Тон. За ее популярность, за ее массовое использование, и там в нейминге в каком-то, при написании документации, при построении в целом каких-то цепочек, в первую очередь ориентировались на нее. Я с благодарностью смотрю, ее создает тоже консорсная комьюнити, достаточно давно очень хороший проект, но он на питоне, он совершенно нераспределенный. Там есть много вещей, которые совершенно нельзя взять и просто переписать на Java. Они используют всякую питоновскую магию и так далее. То есть они просто вот так один в один не манятся. Нельзя взять и написать один конвертер, который мне как комбайн перекрутит это все куда-то в Java классы. То есть надо творчески изучать свое наследие, какие-то вещи просто выкидывать. То есть мне, походу, пришлось прилопать от много исходников того же Saki Pern и понять, что вот в таком виде это нельзя. Можно ориентироваться на сигнатуру, но имплементация должна быть совершенно другой. В целом, если вы сейчас пойдете качать ML-модуль, он не будет такой красивый, то о чем я буду рассказать. Основной релиз для нас, мы очень много чего готовим к релизу 2.7, и вот то блестящее будущее, о котором я буду говорить, оно будет появиться вот сейчас. Оно уже лежит в мастере. Те примеры, которые я буду показывать, они лежат как туториал тоже в мастере Ignite. Но на тот момент в 2.6 оставалась распределенная алгебра. То есть у нас был некоторый Ignite, некоторый кэш, заполненный данными. Можете себе представлять, база данных, заполненная данными. В сыром формате. Это могло быть что угодно. Числа, строки, картинки, блобы, аудио. Неважно, что там было. Кроме всего, это у нас была, но теперь ее нет, распределенная алгебра. То есть мы это все загружали в некие распределенные матрицы. Дальше выполняли ряд каких-то алгоритмов. А к этому уже можно, в принципе, было подцепиться. По крайней мере, была такая идея из разных тонких клиентов. К сожалению, тонкие клиенты, именно для e-mail, это пока некоторое будущее. Есть задумка написать эровский питоновский тонкий клиент. То есть чтобы, в принципе, питонист подключился к Ignite пластеру и мог вызывать по-апу спокойно уже наш машинверминг, распределенный машинверминг. Но, собственно, пока рот не подает. Если есть эровский питонов вверх, то приходите, собственно, для вас в поле непахнанной работе. В 2.7 релизии, как я уже сказал, строкная алгебра была выполнена. Была сделана вот такая вот вещь под названием Partition-Based Dataset. То есть поверх кэшей создается некоторая вещь, похожая больше на датасет, которыми занимаются датасайтисты. Он, естественно, является распределенным. И нет никакой перетасовки данных в тот момент, когда он организуется. То есть мы вот эти партиции, один в датасет создаем на датах, где в кэше данные лежат. Одно из великих свойств Datalocality, которое есть. И вот здесь, например, я представлю некоторый датасет, который лежит на двух нодах. Происходит распределенная тренировка. То есть алгоритм машинного обучения тренируется на данных, которые распределены. Делает это классическим способом под названием MapReduce. В прошлом году на докладе про ходу. Помнишь, что это такое? Вот у нас тоже MapReduce, но в памяти. То есть на фазе Map мы делаем, насколько возможно, какие-то локальные преобразования, вычисления. После этого в фазе Reduce, ну, к примеру, мы считаем градиент на локальных кусках данных. Потом нам надо это все свести в один градиент, согласовать его, чтобы наша, например, функция шагнула в нужном каком-то направлении. И после этого этот новый градиент разошлется по всем нодам. То есть мы, как обычно, на фазе Map что-то вычислили, сложили, согласовали, и этот согласованный приказ снова разослали. Размер приказа достаточно маленький. В итоге по сети пересылаются не сами данные, но по сути просто директивы. Некоторые команды, указания, некоторые общие данные, которые погружаются в какой-то общий конверс. То есть по большому счету, если кто-то захочет имплементировать какой-то алгоритм машинного обучения, прийти, помочь, влиться в какую-то работу, по сути вам нужно будет понимать немножечко про в целом распределенные системы и понимать, что такое MapReduce, то есть быть знаком хотя бы с этими двумя операциями. В принципе, ориентируясь на код некоторых простых алгоритмов, которые можно рекомендовать в качестве точки входной, я читал на джуге в Москве первую версию этого доклада и, собственно, пришел после метапа Рави, сказал, что ему интересно, что он загибает в своем интерпрайзе, ему очень интересно что-нибудь поконтрибьютить в такой вот машинлёрнинговый и так далее. Мы сделали сначала с ним две каких-то простых таски, типа какой-нибудь небольшой скейн на данных, он их быстро сделал и контрибьютил, а следующая задача, которую он взял, это я, собственно, пошел и взял, реализовал. Очень сложно алгоритм, я считаю, ну, нужно иметь хорошую математическую подковку, наивного байса. Сейчас, по-моему, наивный байс уже в мастере у нас лежит. Единственное, что, может быть, он в релиз 2.7 не попадет, а попадет, скорее всего, в релиз 2.8, потому что релизную ветку ответы отрезали достаточно рано. Соответственно, есть и определенная живучесть, есть живучесть на уровне игнайта, но и у нас на уровне машинного обучения мы тоже гарантируем, что у нас, если алгоритм закрашивается на какой-то ноде, у нас не весь алгоритм пойдет заново, только на какой-то ноде он будет перевычным. Казалось бы, ну, блин, все распределенные системы этим занимаются, но, опять же, в первой версии таких вещей не было. То есть у нас матрица, если закрашивалась даже на какой-то ноде, пересчитывалась вся целиком. То есть какие-то детские болезни распределенных вычислений были преданными. Что касается непосредственно алгоритма, это были какие-то внутренности, да? Если вы, как пользователи, решили воспользоваться непосредственно библиотекой, сразу по секрету скажут, можно пользоваться нашей библиотекой, не разворачивая игнайт-кластер. То есть вы, в принципе, можете поднять одну игнайт-ноду с библиотекой как бы внутри и просто заправлять в нее данные. Ну, то есть, в принципе, она может использоваться даже для локального машинного обучения. Это одна из наших задумок в том, что... А цель в том, что в целом библиотека может работать не в локальном режиме, естественно, в зависимости от игнайта, внутри игнайт одной ноды. Она может работать в распределенном режиме, и если вам нужно поучиться в распределенном режиме, заливайте данные в какой-нибудь небольшой игнайт-кластер. То есть все зависит, как говорится, от ваших потребностей. Это не обязательно должно быть только на игнайт-кластере в продаче. То есть вполне себе можно даже поучить машинное обучение на Java, благо нет очень много хороших библиотек машинного обучения на Java, даже с помощью нашей библиотеки. То есть я вижу в этом тоже некоторый интересный прогресс. У нас есть достаточно классические алгоритмы для классификации различных объектов. Ну, в частности, на данный момент объекты все-таки должны быть представлены чиселками. То есть если вы хотите в наш алгоритм что-то засунуть, оно в итоге должно быть представлено в чиселках. Как вы это предобработаете, как вы пикселите и введете в чиселки, это уже немножко ваша ответственность. Есть определенное количество средств при процессе, но они позднее. Такие классификационные алгоритмы, как логистическая регрессия, например, для бинарной идентификации очень хорошо подходят, это SVM, это поиск по ближайшим соседям. Также, горжусь, буквально недавно впилил так называемый нечеткий поиск по Proximate K&N. То есть сам K&N, если вдруг кто-то сталкивался с этим алгоритмом, он очень медленный, то есть на больших данных его никто никогда не использует. У него фаза тренировки достаточно фейковая. А вот INN, это основано на некоторых достаточно свежих статях на тему того, как вычислить некоторое предварительное множество. То есть давайте для классификации брать не всех соседей, которые есть. То есть я не имею вас всех в виду, не высчитываю до вас расстояние и выбираю к ближайшему. Я выберу из вас самых важных, по какому-то принципу, и буду на базе преддикшена рассчитывать расстояние только, например, до трех из вас, до пяти из вас, и вы таким образом будете голосовать. Чем-то похоже на коллегию выборщиков в американской системе выборов. Когда основная масса избирателей выбирает выборщиков, потом как бы голосуют они, хотя на самом деле они в целом должны стопроцентно отражать волю людей, которые, так сказать, за них проголосовали на стадии выбора выборщиков. Также есть поддержка огромного количества вариаций решающих деревьев, их агломерации или ансамбли, это Run-on-Forest, и вообще в целом достаточно большая работа за лето была проведена по построению ансамблей моделей. В этом плане мы даже, я считаю, обогнали Spark вполне себе, потому что в Spark есть много разрозненных алгоритмов, но их достаточно затратно комбинировать, и надо много записывать руками, в какой-то ансамбль модели. То есть когда у нас одна модель хорошо предсказывает на какой-то определенной группе, другая модель на какой-то определенной группе признаков, а вместе их хочется объединить. А техника, так сказать, ансамблирования моделей, она достаточно известная. То есть если вы хотите победить на каких-то соревнованиях по машинному обучению, у вас никогда не победит одна модель, линейная регрессия, логистическая регрессия и так далее. Скорее всего, первые 100 мест взаимуют люди, которые хорошо научились комбинировать сразу десятки, сотни моделей. Это не только нейросети, это вполне себе классические алгоритмы. И в целом в продакшн тоже обычно едет модель, которая является каким-то сложным ансамблем. Есть алгоритмы для регрессии. Регрессия, я всем коротко напомню, это не когда мы классифицируем какие-то значения, а когда мы пытаемся предсказать прямо значения. Ну, к примеру, по каким-то данным мы пытаемся предсказать среднюю стоимость домов в вашем районе. Именно число. У нас тоже есть много регрессий, как те, которые сравниваются на каких-то сложных уравнениях, типа линейной регрессии, так и есть регрессия КНН, где я, собственно, могу подойти и спросить, друзья, соседи, пожалуйста, подскажите, какая у меня должна быть средняя цена по стоимости, если вы все мои соседи на одном районе, у вас была такая вот стоимость дома. Такая вот КНН регрессия тоже есть. Ну и так далее. Также, отдавая дань нейросетям, был запилен самый простой вариант нейросети, то есть самая простая архитектура, это MultiLayer Perceptor, который является, ну то есть мы его достаточно неплохо пропатчили в целом, он работает как одна из простейших архитектур нейросетей. В принципе, он вполне себе справляется с такой известной задачей, как распознавание рукописного ввода цифр, мнист, для тех, кто вчера на мастер-класс, мы тогда в конце мнист разбираем. Вот у нас вполне себе можно вот этим вот MultiLayer Perceptor мнисты подделать. И где-то есть экземпл даже, который этот мнист запускает в недрах экземпл, туториала, который мы, собственно, написали. Также есть препроцессоры, и на них можно смотреть отдельно. То есть, предположим, есть где-то машинное обучение, и вы посмотрели наше машинное обучение и сказали, ну да ну его, у меня всякий дом машинное обучение лучше, или я крутой программист на R, я там знаю все пэкеджи, я знаю всю крутую статистику, мне это все не надо. Но данные ваши все равно лежат где-то в Ignite. Их надо каким-то образом из вот этого достаточно большого объема сократить. То есть проводить достаточно небольшой, компактный, хорошо подготовлен датасет, на котором можно будет тренироваться. В этом плане достаточно бесценны те препроцессоры, которые мы уже сделаем. Это как классические нормализации, эскалирование, то есть когда мы определенным образом влияем на фичи или на вектора, которые лежат, чтобы привести их к некоторому виду, например, убрать какой-то серьезный разброс, отцентрировать их, чтобы в целом алгоритмы работали на более-менее однородных данных, которые соблюдают некоторые распределения и так далее. Также поддерживается превращение категориальных фич в бинарные вектора. Ну, что это означает? Это означает, что у вас, например, в исходном датасете очень часто, когда вы начнете сами тренироваться, делать что-то с машинным обучением, пойдете на какой-нибудь machine learning датасет с репозиторией, там будут большинство датасетов с категориальными фичами. Например, категориальными фичами является любой инам в джаре, да, инам на том языке, в котором вы работаете. То есть некоторое строгое количество признаков категории, которые могут быть, например, дни недели или месяцы их названия, или там, не знаю, три названия района в вашем городе, ну, что-нибудь такое. И все это достаточно удобно превращать в числовые признаки, то есть, например, вытянуть, пронумеровать, точнее, сначала все эти инамы, то есть, например, от нуля до трех, если у вас там четыре каких-то категории, и потом развернуть это в четырехместный бинарный вектор, единичка будет стоять на том месте, если вот, например, у вас там район какой-нибудь октябрьский, то будет стоять на первом месте, какой-нибудь советский, там на втором месте. Вот наверняка в Ярославе должны быть такие районы, так же есть несколько стандартных способов, чтобы в целом, после того, как вы закончили машинное обучение, оценить модель. В частности, есть простые вещи, как деление множества на тестовый трейнер, тренировочная. Это достаточно полезно, потому что мы сначала не обращали внимание тоже на эти методы, но, казалось, люди сами как-то там попилят, но вот так просто взять игнайтерский кэш, запилить настоящее рандомное разделение на два множества, оказалось, на самом деле, задача не тривиальной, особенно потом не тривиальным оказалось протащить это в ту API, которая уже была, поэтому потом на основе этого API тут же запилили, естественно, кросс-валидацию. Кросс-валидация, это примерно следующая идея, я всем коротко тоже напомню, если кто-то там не знаком, у нас будет сразу небольшой репресс. Когда вы все ваши данные делите, например, на сколько это частей, тренируетесь на всех остальных, а потом вот этот блинчик, на котором не тренировались, подкладываете куда-то в центр стопочки, выбираете другого кандидата, на который не будете тренироваться, тренируетесь снова на остальных частях. И таким образом вы постепенно за сколько этой операций подтренируетесь на всех данных. Но в итоге те К-оценок вашей модели, которые получатся, они будут более взвешенными, их можно, например, как-нибудь усреднить и получить в целом более взвешенные оценки качества вашей модели. Собственно, сейчас у нас активно все запилено для бинарной классификации, то есть какие-то метрики есть, там accuracy, true positive false negative и прочие метрики. Например, для одной этой классификации еще никаких метрик не успели написать. Но я надеюсь, в следующих релизах это появится. А также появилась возможность накидывать гиперпараметры алгоритмов, например, в тех же решающих деревьях. Например, гиперпараметром является глубина дерева, количество вершин в этом дереве или еще в каких-то моделях, может быть, там, не знаю, количество какой-нибудь энтропии, которую мы можем погрузить в наше дерево, чтобы оно потом на каком-то месте разъявило ключи. То есть вот эти вот вещи являются теперь параметрами, их можно настраивать нечасто. Даже если вы выбрали какой-то конкретный алгоритм, DataSaint сидит и начинает перебирать разные сочетания параметров, чтобы выбрать наилучшее сочетание. Знаете, как, например, GVM-разработчик не знает, на самом деле, с какими ключами все поедет хорошо, или с каким городчиком поедет хорошо и начинает перебирать все эти ключики для того, чтобы GVM запустить. В общем, performance обычно как-то так выглядит. Соответственно, есть соответствующие примитивы, и пока есть в бете pipeline API, которая позволяет все это соединить воедино. Этот pipeline API, в принципе, позволит строить просто вот такой вот flow машинного обучения от самого потребления из источника до, собственно, выгрузки куда-нибудь вам в отчетник. Как я уже говорил, поддерживаются ансамбли моделей, тоже достаточно свежая вещь, запиленная, можно сказать, в последний момент, где-то в августе она появилась, поэтому даже если кто-то видел предыдущее выступление, то я про это еще не рассказывал. Ну и немножечко про супер-фичи, которых вообще нет в других библиотеках распределенного машинного обучения, по большому счету, и они очень сложны даже с тем же Spark. На самом деле, в релизе 2.7, я этим действительно горжусь. У нас конечная цель, конечно, достичь Cycket Learn, построить коммунизм по 80-му году. Но мы, в первую очередь, как библиотека распределенного машинного обучения, конечно, равняли себя со Spark. Ну, весь год, по крайней мере, пока все ребята думали о том, какие фичи добавлять. И я должен сказать, что вот сейчас, на данный момент, после выхода релиза, будет паритет со Spark по фичам. У нас есть какие-то алгоритмы, которых нет у них. Основной набор алгоритмов совпадает. Имплементированы, правда, часто по-другому, но они дают уже точность, слава богу. Иногда даже получше, чем Spark, с меньшими впечатительными затратами. Нет, просто кое-где более лучшие, улучшенные версии алгоритмов использовал. Там где-то возможно. И то, про что уже вышли статьи за те годы, с тех пор, как Spark и RML League делился несколько лет назад. Но есть Superpower Features, которых вот нет и не будет в Spark еще достаточно долгое время. Это достаточно серьезный шаг онлайн, машинному обучению. Что это такое? Это когда у вас есть какая-то модель, которая уже была получена в момент времени T1 на каких-то предыдущих данных. У вас пришла еще какая-то достаточно значительная порция данных в момент времени T2. Вы на ней как бы натренировались еще. А теперь у вас есть две модели. И можно выкинуть предыдущую. Можно попытаться натренироваться на всех данных, которые пришли за оба момента времени, да? А можно попытаться как-то смержать две этих модели. Собственно, у нас внутри каждого алгоритма, то есть каждый алгоритм обязан теперь при имплементации имплементировать модул Updating, то есть Updating, соответственно обновление модели каким-то образом. По тех законам, как решит сам разработчик. И во многих случаях достаточно эффективное обновление. Где-то еще идет дискуссия на девелоптере в листе о том, ну надо было так вот это делать и надо как-то по-другому. Но в целом это достаточно твердая гарантия. То есть в каждом алгоритме прокручена дыра для того, чтобы объединять предыдущее состояние модели с каким-то следующим, которое приходит. Там огромное поле еще для творчества. Можно, например, внять модели по какому-то затухающему закону, чтобы модели постепенно теряли свое значение на предыдущих данных. Но, собственно, как говорится, рабочих рук не хватает, все идеи выплатить сложно. Но уже вот эта базовая возможность есть. А вторая, которой вот действительно можно уже гордиться, это интеграция с TensorFlow. Причем интеграция намного лучшего порядка, чем те проекты, которые пытаются делать в Spark. То есть прямо в TensorFlow в Country Package лежит Ignite, дырочка в Ignite'овский датасет. Выглядит это так. В TensorFlow вы импортите TensorFlow STF, да? TensorFlow Country Package, там уже и лежит Ignite датасет. То есть вы, в принципе, можете подрубить Ignite'овским данным и строить архитектуру нейросетей сразу на Ignite. Следующий pull-request, который до сих пор, по-моему, находится на review, не хочу соврать, не сходил в него. Это не мой pull-request, но как бы реквест очень хорошего человека, Тон Дмитриева, он, собственно, ожидает, что его примут. Это, собственно, полноценная распределенная тренировка и использование Ignite в качестве бэкэнда для распределенных вычислений TensorFlow. У TensorFlow есть свои какие-то распределенные вычисления, но они не очень. Поэтому сейчас весь мир бьется, на самом деле, над этой задачей. И более того, в Uber'е выпустили такой фреймворк Harabot. Тоже чувствуются отечественные корни в названии этого фреймворка. Собственно, это бэкэнд для распределенных тренировок. В Uber'е внутри запилели. Возможно, запилил один человек, который это все и выпустил у консорт буквально несколько недель назад, я помню. Может быть, пару месяцев уже. Для, собственно, более эффективных именно кластерных вычислений тренировок TensorFlow. Потому что то, что есть TensorFlow, сообще не устраивает. То есть в TensorFlow есть классные алгоритмы, классные примитивы для построения нейросетей, но они абсолютно неэффективны в распределенном режиме. И вы сильно в это упираетесь. Поэтому вот так вот с двух сторон, с двух сторон земли, можно сказать, люди пытаются прохавать эту проблему. Интересно, чей пак он быстрее доберется. Ну посмотрим. Конечно, у Harabot'а уже в Uber'е накрутили, водители зашли, зареглись на GitHub'е, поставили 5000 звезд. Ну, как это бывает, да? Я надеюсь, что наша правда победит и будет использовать Ignite для распределенных тренировок. По поводу… Вот это все было намазано меотом, я не спорю. Сейчас я расскажу, с какими проблемами приходится сталкиваться. То есть, если вы такие, сейчас такие, наверное, решили, каждый решил, все, пойду, контрибьюить в Open Source. Вот. Сейчас расскажу, что бывает на самом деле, когда вы с какими-то людьми, которых вы порой не знаете лично, никогда не видели, пытаетесь написать какое-то суперэффективное приложение, которое развивает мир. И у всех есть основная работа. Вот. Это тоже достаточно интересная история. В целом, есть, понятно, математические сложности. То есть, был определенный долгий снижательный диалог по поводу того, как правильно параллельно перемножать матрицы. Пока в ходе этой дискуссии не выяснилось, что давайте выкинем эти матрицы куда-нибудь далеко, и будем совершенно по-другому заниматься распределенными вычислениями. В целом, есть огромная проблема, огромный математический вызов для программиста в том, что есть у тебя какой-то алгоритм. Для многих алгоритмов очень сложно описать даже параллельную версию, чтобы она использовалась на CPU эффективно. Потому что есть такой закон МДАО, многие из вас с ним знакомы, если занимались точным программированием и так далее, что ваша программа не может ускориться дальше определенного предела. Если вы, например, распараллели даже 95% программы, вы больше чем в 20 раз не ускоритесь, потому что всегда остается 5% нераспараллельная часть программы. Даже если вы запустите на N-процессорах идеальный распараллельный код, если даже 5% вы не распараллеили, ничего не будет. То же самое с распределенным программированием. Вы пишите программу. Половину программы вы эффективно раздистрибьютили, но половину нет. И самый большой выигрыш, который, грубо говоря, вы можете получить, это в два раза какой-то эффект, даже если вот эта распределенная часть выполнилась за 0 секунд, условно говоря, за 0 времени, максимум эффект вы получите от дистрибутивности только для половины программы. И в этом тоже основная проблема. То есть ты берешь какой-то алгоритм машинного обучения, у него есть классная статья о каком-то 70-го года, где люди не думали ни о кластерах, они не думали ни о каких-то параллельных вычислениях, ни о чем, они придумали классный алгоритм. И все. И больше 70-го года на тему подобного алгоритма не было ничего. Ты либо можешь сам попытаться что-то доказать что-то преподавать, можешь как-то эвристически наказать, как ты это считаешь разведливаешь что-то самому, а потом, 좋아하, у тебя алгоритм не сходится, а в статье он сходится, ну потому что в статье доказана только для последовательной версии. У тебя просто он никогда не заканчивает твою работу. И все. Ну я так выделил два алгоритма, которые, собственно, было показано на тестах, опять же, не математически, на тестах было показано, что алгоритм должен сходиться в последовательной версии, а никогда не разойдётся. Я обладаю достаточной подготовкой, чтобы читать статьи, но порой уже недостаточной подготовкой, чтобы самостоятельно доказать сходимость, получить оценку аппроксимации. Для меня это все-таки уже слишком сложно, тем более, если я делаю это по вечерам. Не для того я вечера с ветра это, чтобы сходимости доказывать. Также общая программа, которую мы реализуем, выглядит следующим образом. У вас есть какие-то данные, которые лежат, например, в каких-то примитивах, и вам в целом нужно любой итеративный алгоритм разложить на какие-то глобальные итерации, на какие-то локальные, и тоже найти какой-то баланс. Вот я в частности говорил о различных градиентно-ориентированных алгоритмах. И вот ты такой крутишь, крутишь, сколько это локальных итераций на каждой отдельной ноде. А потом в какой-то момент надо все это собрать на одной большой ноде и провернуть как бы ручку глобальной итерации. Конечно, очень большой соблазн ничего локально не делать, потому что тоже есть шанс, что ты локально на какой-то одной ноде, на этом кусочке данных, вот они как-то плохо перемешались, ты ушел куда-то не туда. Поэтому на самом деле у нас есть, мы сейчас исследуем для наших алгоритмов какие-то диапазоны, количество итераций, на которых они тоже будут разбегаться, чтобы хотя бы документацию написать. Вы знаете, больше 20 локальных итераций лучше не использовать алгоритм, не сойдется. То есть это нормальная вещь в распределенных системах вычислений. Достаточно сложная математика, достаточно сложно поддерживать баланс таких вещей. И сам разработчик, который разрабатывает алгоритмы, он должен об этом думать, должен как-то экспериментировать, должен хотя бы на бумажке примерно себе представить, что будет происходить с его данными, что будет происходить внутри алгоритма. Это сложность. Также есть старая добрая ООТН. Конечно, я не беру на себя риск переносить эти оценки алгоритмической сложности на распределенные системы, это вообще страшно. Но вот для тех, кто не задумался об алгоритмической сложности алгоритмов машинного обучения, она есть, есть достаточно известная. Вот, к примеру, КНН, то есть есть две фазы, как я уже сказал, фазы, которые данные тренируются, строится модель. Фаза предсказания, когда вам вкуливается всего одно значение, вы должны для него что-то предсказать. И вот очень интересно, про КНН, если посмотреть, у него трудоемкость тренировки никакая, потому что в фазе тренировки ничего не происходит. То есть вы просто принимаете такие параметры на фото, говорите, в фазе преддикшена я там буду изучать конкретно для этой точки расстояние для всех соседей. Поэтому вот где P, это количество фич, то есть длина вектора фич, если у вас, например, мало данных, но каждый вектор имеет 100 тысяч фич в какой-нибудь текстовой модели, ну вы очень сильно засядете, поэтому вот эта P, она тоже вводится. К примеру, когда у вас есть какая-нибудь задача бинарной классификации, которая решается о своем чуть ниже, вот у него определенная трудоемкость, как только вы делаете задачу мультиклассификации, то чаще всего это вы берете какой-то один класс и пытаетесь противоставить его остальным. И в итоге вы решаете N задач бинарные, N-1 задач бинарной классификации, что соответственно тоже увеличивает трудоемкость. То есть многие говорят, ну вот у меня есть 2 класса или 3 класса, наверное 3 класса будет в 1,5 раза дороже посчитать. Нет, не в 1,5, количество пар в троечке это будет 3 пара, в 3 раза дороже будет на самом деле посчитать, ну ориентировочно, в 3 раза будет запущена тренировка и так далее. Это просто для тех, кто будет интересоваться, может потом взять презентацию, смотреться в эти оценки, какие-то из них я уже сам дописывал, вот, где-то видел базовую статью с этими выводами. А еще, это наверное боль будет близка многим, это собственно срач на тем листе, тема того, как же будет выглядеть наша API, которым будут пользоваться пользователи. Потому что никто же из нас не пользователь, мы же все писатели этого API, вот, мы же как бы только предполагаем, какое нужно. Ну, конечно, все там джава-программисты, кто-то в банках работал, кто-то работал в кровавом e-commerce и так далее. Примерно представляем, чем хочется пользоваться, чем не хочется, но тем не менее, люди все разные, никто друг другу не начальник, не может приказать и сказать, вот, делай так. Вот, конечно, есть определенные иерархии в комьюнити в целом, вот, но вот те люди, например, которые билеты мэр, периодически обсуждают. А будем мы использовать генерики или постараемся их не использовать, или мы все-таки где-то типа прибьем гвоздями и не будем думать, что люди что угодно могут к нам положить, какие-то безумные вещи. Периодически выглядит так, кто-то ушел в отпуск, например, пришел, я выпил генерики, я ушел в отпуск, пришел, кто-то в комьюнити впилил генерики. Ну, как-то на любом обычном проекте, только здесь, конечно, есть код стайл и так далее, но вот какие-то волны, инновации, они все равно приходят. Такая вещь, близкая всем джавистам использовать, это истрим в качестве return-така. Тоже дискуссионный вопрос. Я, например, вообще не очень люблю возвращать тут какой-то стримы, но вот есть люди на технисте, которые очень любят. Обычно мы, когда по этому поводу закипает, мы стараемся идти смотреть, как написано в Ignite в других модулях, и в целом наша часть должна быть более-менее согласованной с остальными. То есть вот следующий пункт, это то, что мы делаем, оно должно быть похоже на другие части Ignite, и это очень сильно давляет. А там еще 200 контрибьюторов, и они такие тоже могут быть очень упоротыми. Кто-то вообще там Husky подобные монады тянет, да, кто-то, например, кого-то в Java 4 головного мозга, то есть абсолютно разные люди. Вот у меня, например, Java 4 головного мозга, я с ней начинал, вот. Я даже дженерик не люблю. Соответственно, по поводу того, как вообще именовать, ну, то есть кто-то любит, пришел из мира Python и любит вот эти вот там, простите, нижние подчеркивания. Есть, конечно, Java 4 convention и в целом идеи по неймингу, но вот как правильно именовать какие-нибудь константы, которые имеют корни в математике, где вот нужно, да, они должны быть понятны с математической точки зрения, но при этом есть Java какие-то стандарты, которые делают все это совершенно непонятно. Мы, например, во многих open-source проектах есть строгое правило по, есть словарик, он есть и на этом проекте, есть и на других проектах, я видел, как конкретно сокращать имена перемены. Вот, например, нельзя писать index, надо писать idx, нельзя писать counter, надо писать cnt, ну, то есть, как бы, вот, меня это безумно бесит, но я с этим ничего не могу поделать. То есть для того, чтобы законрибьютировать какой-то pull request, я должен скачать код style, форматировать свой код согласно, прощелкать, что у меня все вот эти перемены сократились и потом радоваться. А потом, например, через год попытаться это все дебажить, вспоминать, что такое cnt и так далее. Это, конечно же, вопрос по поводу использования лямб, и тут победили лямбдоводы, то есть в API, которые я сейчас тоже покажу, вот люди, которые пришли в Java после 2014 года, да, есть мир до, лямбд и после, они должны радоваться, потому что... Спасибо. Они должны радоваться, потому что, в целом, все интерфейсы поддерживают лямбды, можно поддерживать какие-то интересные вкладыши, цепочки вычислений, которые потом можно сделать apply, apply, apply. То есть, в целом, мы, может быть, не везде возвращаем стримы, но лямбды мы принимаем везде. Поэтому, как говорится, если у вас есть лямб, если у вас есть идеи, что с ними делать, приходите, будем делать. Ну и, конечно, очень важно для написания каких-то металгоритмов, ну, например, которые берут на вход произвольные модели, произвольных тренеров, настраивают произвольные параметры, не зная о них ничего, чтобы писать металгоритму с учетом reflection API, нужно определенное соглашение о том, как выглядят сеттеры. Ламбоком лучше не пользоваться, ламбока нет, спинга нет в проекте, ничего такого нет. У нас даже конструкторы используют сеттеры, вот, то есть для тех, кто конструкторы, может быть, не любит. Вот, но, тем не менее, например, есть определенная договоренность о том, как будут выглядеть сеттеры. По большей части есть договоренность о том, как будет выглядеть мета-чейнинг для накидывания каких-то параметров и так далее. То есть вы не можете просто взять и прийти, законтрибьютить какой-то кусок по своим правилам. Вы его должны согласовать с остальным. А то, как будет выглядеть правило, оно решается в ходе достаточно продолжительных дискуссий. В этом как бы прелесть и нищета всех этих тех листов, начиная с линцового тех листа, которые я тоже в свое время подсчитывал, вот, заканчивая, собственно, нашим гиперлистом на патчетнете. Ну и самое главное, а, ну, это я уже правильно говорил, это вызвано зачастую какой-то необходимостью, которая есть у какого-то разработчика в голове. Например, я занимался задачей тюнинга гиперпараметров. И я понимаю, что мне нужно прийти к людям людям и сказать, мы сейчас переписываем сеттеры для всех алгоритмов в едином стиле, что иначе не будет работать этот алгоритм. И мне приходится убеждать, во-первых, нужности в этом алгоритме, потому что там люди, которые писали другие алгоритмы, говорят, ну, зачем? Вот и происходит такая благотворная дискуссия. По поводу того, как контрибьюрить во все это дело. В обочих, знаете, есть 180 контрибьюторов, уже, наверное, 190 контрибьюторов. Из них около 8 внесли вклад в Мальмону. То есть, если вы прямо машинерой решили позаниматься на джаве, можно написать мне, придумаем какую-нибудь задачку, есть уже несколько задачек для новичков, чтобы просто сориентироваться, все это там собрать, запустить, и исправить маленькую хочу. Но не только в ML есть такие таски, они есть во всех модулях Ignite. Кто, чем интересуется, кто просто хочет на джаве чуть поделать, там реально есть таска, начиная от напиши документацию какому-то методу, до чего-то, естественно, более серьезного. То есть реально можно начать контрибьюринг с этого. Есть группа VK, Patch Ignite Community. Если вообще и Patch Ignite заинтересовались, там вот в год уже выкладывают видосы с разных метапов. Я надеюсь, может быть, наш видос там тоже, если Женя разрешит, я буду. Вот. Это блог, который есть, это Ignite документация, ML-документация. Я вот презентажку кину в Telegram-канал сегодня. Ну, потом, я думаю, мы еще к материалам, к конференции тоже просто добавим. Соответственно, лучше всего, конечно, читать документацию, но еще лучше, я честно готов похвастаться, наверное, многое, многих такое было, заходишь в библиотеку, документация говно, вот, примеров нету, как запускать непонятно, как говорится, исследуй сигнатуры. Вот примеры в Apache Ignite ML модуля не просто ма, а конфетка, да, то есть я еще специально написал, по мотивам у меня есть Spark Tutorial для работы со Spark, либо я по его мотивам написал такой же Ignite ML Tutorial, он лежит в мастере, то есть мне его всячески одобрили, немножко подправили, сок-контрибьюторы, так сказать. А вот он сейчас есть, я покажу из него немножко кода, там вообще много-много шагов, много с ним можно наделать. Берется титаниковский датасет, и мы пытаемся построить модель машинного обучения, которая будет предсказывать, выживет человек или нет. То есть это все есть, можно прямо скачать, там весь Ignite отдельно подопускать, например, рисовать самуку, это пример с экзаменом. То есть много разных интересов, интересных вещей. Также мы планируем много чего добавить, то есть мы планируем добавить, ну, сейчас вот выкатится скоро roadmap, но следующие релизы для Ignite 3.0 это анализ текстов, это интеграция с там взрывковой более тесная, чтобы можно было интегрировать наши модели с нейронными сетями, больше алгоритмов пластеризации, я вот прямо для себя эти фичи попросил включить, потому что я очень-очень люблю алгоритмы пластеризации, наивный байс у нас уже появился, добавить просто статистик, кстати, если вы не очень в машинлёринге, но хорошо в Java, у вас там хорошая подготовка по статистике, не знаю, что-нибудь такое, там эконометрики и так далее, приходите, у нас нет статистического пакета, надо его делать как-нибудь, и, в общем, различные задачки для, в целом, для подвыборки фич, для сокращения размерности и так далее. Сейчас у меня осталось не очень много времени, я покажу буквально один пример с демо, у меня там, на самом деле, 20 примеров, не хватило бы ещё часа, чтобы все показать, поэтому я покажу ровно один пример, расскажу примерно, что там происходит, он будет, это самый первый пример в этом туториале, остальные все просто намного сложны. Заодно вы посмотрите на API, для тех, кто на Java не пишет, это будет достаточно непривычно. Послушайте, шрифт хорошего размена, по тем не менее, уменьшать мне его не хочется, но, как говорится, в экранчик немножко не влезло. То есть, что происходит в самой первой строчке? Мы берём Ignite, какую-то одну ноду, загружаем в него простейший конфиг, знаете, как в Spring, где мы максимальные конфиги, вот у нас тоже есть конфиг, там ничего сложного, просто какие-то основные настройки и так далее. Берём конфиг, заполняем. Так, сейчас я, наверное, извините, я, наверное, shift уменьшу, потому что мне кажется, я замучу скрутить. Экран у нас подрезался чуть-чуть. Сейчас, одну точку. Я shift уменьшу. Я shift уменьшу. Может, это помогло? Я не вижу, что помогло из презентричной моды, я что-то не могу сообразить, как я здесь выкину. Не помню клавишу. А, вот. Видно всё равно? Да? Здорово. Зато лазит на экраны. Потому что там ещё много чего. И, заметьте, я не вылез за 87 миллионов суток. Просто, просто наградчик наглядно. Смотрите. В первой строчке, неважно каким образом, на самом деле, просто прочитая из файлика, заполняется igniter-ский кэш. Выглядит он просто, как какая-то map для нас. И, в целом, им можно пользоваться как map. То есть, можно было бы, конечно, сейчас сделать какой-нибудь SQL движок, делать выборку SQL, но пример очень простой. Реально так люди пользуются. Igniter-ский кэш. Дальше мы определяем две вещи. Это фичер-экстрактор. То есть, у нас есть, на самом деле, большой достаточно датасет. В нём порядка 15 фич. Они все в числовом или строковом виде. И одна из них является меткой. Это класс пассажиров. Ноль или единичка. То есть, выжил пассажир из Титаника или нет. Также мы определяем отдельно лейбл-экстрактор. То есть, собственно, по первому индексу у нас лежит эта метка. А дальше выбираем, например, три каких-то фичи. Какой-то работы с мета-информацией нет. Потому что самой мета-информации даже в файлике нет. Поэтому вы жёстко определяете некую лянду, которая говорит, вот мне на плод пришла какая-то строка, какой-то набор объектов. Мне нужно из него что-то достать. Ну, соответственно, я думаю, всё понятно. Дальше мы определяем тренер. Это простейшее решающее дерево без каких-то суперсложных настроек. Мы говорим, что там должно быть не больше пяти уровней. Там определённый ещё один параметр, который сейчас не играет значение. А дальше мы берём что? Мы берём воедино в методе FIT во многих библиотеках машинного обучения. Метод FIT означает, что мы сейчас будем тренироваться на чём-то. И вот в этом методе FIT воедино связывается Ignite, как бы сама нота, на которой точка входа, условно говоря. Это data cache, в котором сейчас у нас лежат данные. И, собственно, две лямды. Feature Extractor и Label Extractor. Этого на первой ступени достаточно. Если мы захотим какое-то делать при процессе, то в остальных примерах, если кому будет интересно, запустите, мы просто делаем цепочку методов, которые вкладываются на место FIT Extractor. И это будет просто последовательность лямб, которая в последовательности будет применена к первоначальным данным. Apply, 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 apply. Конец. Ну, т.е. вы сначала заэкстрактили фичи, обработали их, обработали, 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 ну и, собственно, скормили это всё алгоритмом. Т.е. в этом плане достаточно просто соединять много-много вычислений воедино. После этого я, собственно, пытаюсь оценить результативность нашей модели. У нас есть некий evaluator, который уже снова на вход говорит, так, дай мне свои исходные данные. У меня тут данные не были поделены на тестовую тренировочную выборку. Т.е. я на этих же самых данных буду проверить. Как, кстати, запущу на фон. Всё это дело. Дай мне, пожалуйста, фичер экстрактор и лейбл экстрактор, чтоб я мог из этих исходных данных достать вот эти вот самые фичи и понять, кто из них лейбл. И использую, пожалуйста, метрику от Euracy. Здесь вы видите, что передаётся какой-то новый класс. Это было сделано для того, чтобы вы, в принципе, могли написать свою собственную метрику, которая имплементирует интерфейс метрика, условно говоря, например, для бинарной классификации. И могли написать свой собственный способ. Т.е. можно подсунуть здесь ещё какой-нибудь класс, который имплементит метрику, и посчитать свою собственную метрику. Вот Euracy одна из самых простых. Euracy пока поехал. Ну и, собственно, об этом всё. Дальше я вывожу Euracy. Euracy — это сколько у нас раз модель угадала, сколько раз совпало её предсказание с теми метрами, которые были изначально в исходном датасете. Т.е. сколько пассажиров выживет или умрёт из «Титаника» — наша модель предсказала. А также считается тестовая ошибка, но это, собственно, сколько было ошибочно интерпретировано. Давайте посмотрим, засчиталось или нет. Ещё нет. Поднимается контекст Ignite. И, кстати, и забавно. Если бы я сейчас открыл ещё контекст файлик, да, спасибо, и в консоли бы запустил ещё какую-нибудь Ignite свою ноду, и вы бы все запустили, скорее всего, если бы мы были посетены к одной локальности, мы бы смехались, я бы раздал вам партиции своего датасета и потренировался бы на ваших машинах. То есть если бы такое было сделано, в принципе, можно локально не стесняться запустить несколько GVM-ов и попробовать там в распределённой версии, то есть всё тоже работает, засчитывается и так далее. Ignite достаточно долго стартапится, он сам попересчитывает топологию, вот здесь вот из интересного. В версии 1 была обнаружена только одна нода, один сервер, один клиент, посчитано количество памяти, у неё 4 CPU, которые доступны сейчас GVM-ке, которая поехала. Если бы кто-то из вас ещё застартапился, каждому бы из нас логи бы сказали, ага, мы нашли в топологии сети ещё кого-то. Ну вот, всё досчиталось, у нас 71% предсказаний оказались верных, 28% неверных, но это на том изначально множестве, на котором мы, собственно, тренировались. А здесь вы видите, в принципе, представленную модель, в некотором текстовом виде, состоящую из if of else, ну, красиво мы её не распечатали, лестники. Это, собственно, результат работы решающего дерева на трёх фичах, который говорил, если фича x0 больше 2,5, тогда, ну и там дальше идут какие-то веточки, и в итоге, например, 1 или 0, то есть пассажир погиб или пассажир выжил. Собственно, для тех, кому это всё понравилось, всё можно найти непосредственно в Apache Ignite, там, в мастере или в каком-то релизе, в examples, в examples есть подраздел email, а в подразделе email есть подраздел tutorial. Я отдельно на tutorial ещё тоже скину ссылку потом в чат, потому что это всё есть в презентации. Кому интересно, можете остальные там 10 шагов прогнать. Вот, у меня, на самом деле, всё. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Можно задавать, можно? Можно задать микрофон, да? Наверное. Спасибо большое за очень интересный доклад, на самом деле. И, видимо, что вы ещё имеете очень большой опыт по рискованию, очень интересно слушать. Вот такая задача. Предположим, у нас есть средний... У нас есть возраст всех людей на планете, да, условно говоря. Мы загоняем эту информацию, выгнаем. Она будет умным образом, каким-то образом распределена по нодам, насколько я понимаю, правильно? И там используется резервирование данных, скорее всего, и так далее. Вот этот вопрос вам можно посчитать среднее каждого человека на планете. Вы, я как понял, загоняете туда алгоритм, он как-то сериализуется, и потом раскидывается по всем нодам и считается в параллели. Как это в итоге работает? Для такой задачи. Хорошо. Ну, предположим, просто для расчёта среднего, хотя именно такой функции сейчас нет, ну, выгнать и мой. К сожалению, я стал... Я создам, конечно. Да, это здорово. Сейчас как бы это было бы реализовано на основе других каких-то вещей. Смотри, если это уже кто-то положил в Ignite, там, не знаю, при помощи SQL того же, да, какого-то загрузил, в других каких-то примитивах, вот оно уже лежит. Алгоритм расчёта среднего, он как пишется, да, нужно посчитать общую сумму, общее количество, и поделить одно на другое. Надо было бы запустить две джоги, причём отдельно локально. Считать эту сумму, ничего бы не перегонялось. Естественно, map и reduce в каком-то смысле можно было бы выполнить локально, то есть на каждой отдельной моде посчитать сумму тех данных, которые есть на ней, на другое и так далее. Вот тот датасет, который он создаёт сверху, он не перетаскивает данные. Он просто создаёт его view сверху, говорит, что она выглядит так, создаёт вспомогательные данные, если это нужно для алгоритма, но ничего пока не пересылается. Поверх этого датасета надо сделать операцию сумму. Возможно, кстати, есть. У нас, в примерах, один товарищ сделал суммирование, я не помню, как именно, и я бы сделал сумму, посчитал бы каунт, и вот эти два числа со всех нот, которые пусть даже тысячи, это очень маленькая информация, я пересылал бы на какую-нибудь центральную ноту, и там общий сумм поделил бы на общий каунт. Вот так бы выглядела эта распределённая операция. То есть это соединение данных в одном месте происходило бы? То есть соединение... Финальность. Финальность. Сбор вот этих всех сумм и каунт, он мог бы происходить в каком-то одном месте. Какая-то одна из нот взяла бы на себя эту смелость, и она могла быть выбрана, например, рандомно. Как, например, какая-то недогруженная, это уже механизм Ignite, какая будет выбрана, я бы точно сказать нельзя, по-моему, это как-то регулируется-то положено. Соответственно, если нота какая-то падает, то там какая-то другая нота подхватывает... Да, да, вот это очень хорошая штука. Причём, как теперь подхватывает и в тех примитивах, которые мы сделали, как и, собственно, сам кэш, естественно. Он, во-первых, вкапится, то есть если ты настроил, рефлицируемый кэш, у него просто будет репут, он даже не просто подхватит, а просто чтение пойдёт с другого места. Ну, как в большинстве распределённых систем. То есть это всё в самом Ignite есть. У меня есть 5 терабайт данных. Насколько быстро они восстановятся в Ignite? Вот у меня, к сожалению, нет. Я лично такими экспериментами не занимался, но это, кстати, клевый вопрос. Прямо вот влог, можно даже на юзер, если прийти в эту группу ВКонтакте, написать, ребят, у меня есть 5 терабайт данных, кого останавливаться? Люди, которые этим занимаются, скорее всего напишут. Или придут люди, там, из Бертех, у которых реально есть 5 терабайт, и вот мне опускать могут, мне нет 5 терабайт. Ещё один вопрос можно? А у нас есть задача поиска аномалий. Посоветуйте какой-нибудь интересный алгоритм или решение. Ну, например, аномалии, связанные с работой пользователя на сайте, например. Ну, условно, что-то происходит. Это уже какой-то финальный числовой ряд, да? Ну, то есть вы в числовой ряд это, в принципе, можете перевести. Ну, если давайте, да, условно, скажем, что это загрузка с сайта, да, и количество пользователей на сайте в определённое количество времени, ну, в определённый период времени. Я вам, к сожалению, то есть как раз вот каких-то, условно говоря, класс алгоритмов или статистика, аномальный detection, из Ignite я, по себе, ничего не могу, да? А так вам, в принципе, достаточно поставить хорошего статистика, который достаточно стандартными статистическими методами посчитает предположение эту гипотезу, посчитает отклонение, так и гипотезу её проверит. Ну, то есть, в принципе, хватит, там, питона, там, человек с математическим образованием стыскать только интервера и всё он вам сделает. Тут даже какие-то спецвещения надо. Ну, по сути, актуальнее от какого-то распределения, да? То есть, предельно. Если у вас есть какие-то догадки о распределении, да. Вот. В такой ситуации, да. Если, в целом, пользователей достаточно много, центральная предельная теорема выполняется, и всё хорошо. Если у вас 10 пользователей, да, то непонятно, что считать аномалией. То есть, ну, в целом, это уже вот в области статистики больше, чем у костмашинобучения. Хотя есть и отдельный алгоритм машинобучения, который без использования статистики пытаются аномалии искать. Но, честно, я им доверяю меньше, потому что есть стандартные специфические методы. И как бы с ними всё понятно, всё доказано, и их просто реализовываться, если что, программистам. Вот. Спасибо большое. Спасибо.